Значит так, братва, сейчас вы узнаете, где скачать, как установить и настроить эмулятор даже на слабом ПК под стабильную игру в любимые мобильные игры или полезные приложения. Для начала переходите по ссылке в описании, попадаете на официальный сайт эмулятора и нажимаете в верхнем правом углу кнопочку «Скачать LD Player». После того, как инсталлятор скачался в папку загрузки, первый шаг сделан. Теперь его нужно запустить, что я сейчас и делаю. Здесь нажимаем кнопочку «Выборочная установка» и меняем путь, где будет храниться наш LD Player. Вы можете не менять путь, все равно он не очень много места занимает на диске, но поскольку у меня все игры хранятся на диске D, туда я и проложу путь для LD Player. Нажимаем назад и нажимаем кнопочку «Установка». Теперь осталось дождаться, пока он установится, и поскольку плеер весит не очень много, то соответственно и установка пройдет быстро. Ну как я и говорил, установка прошла моментально. Теперь нажимаем кнопочку «Запускать» и начинается первый запуск. Он пройдет немного подольше, чем установка, придется немного подождать. Но во многом скорость запуска зависит от вашего железа. Как видите, он довольно быстро установился и прогрузился. Так, вот на этом этапе нажимаем «Закрыть». И вот тут у нас есть два ярлыка «Приложение системы» и «LD Market». Можно скачивать игры как через LD Market, так и через Google Play. Даже можно воспользоваться поиском. Но перед тем, как скачивать и устанавливать игры, я бы рекомендовал вам зайти в приложение «Системы», выбрать здесь «Play Market» и авторизоваться через свой Google аккаунт. Давайте покажу, как это сделать. Нажимаем «Войти» и начинается проверка системы. Давайте все это дело развернем, чтобы было понагляднее. Здесь вводим адрес электронной почты. Нажимаем «Далее». Здесь на странице «Добро пожаловать в Google» вводим пароль. Снова нажимаем «Далее». Принимаем условия и снова проверка. Ох уж эти проверки, играть уже хочется, блин. Здесь нажимаем «Еще». Естественно, принимаем. В принципе, на этом можно заканчивать, поскольку эмулятор автоматически подстраивается под возможности вашего компьютера или ноутбука. Но все равно давайте пробежимся по настройкам, чтобы вы знали, где и какие параметры надо выставлять для нормальной и быстрой работы эмулятора. Для этого в верхнем правом углу нажимаем на три полосочки и выбираем «Настройки». Так, давайте Play Market закроем, он нам пока не нужен. И поговорим про настройки. Значит, разрешение. Выставляете то, какое у вас на мониторе. У меня 1920 на 1080, я так и все и оставлю. Дальше. Ядра и оперативная память. Здесь я бы рекомендовал вам ставить в половину от того, что у вас есть. Если два ядра, ставите одно. Если 4 гига оперативки, ставите два. Ну и так далее. Поскольку у меня одно ядро, с этим я ничего не сделаю. Так оно и есть одно ядро. Дальше переходим в «Модель». Здесь можете выставить любой известный вам игровой флагман. То бишь модель телефона. Но меня все устраивает, поэтому я менять ничего не буду. Да и вам не советую. Дальше переходим в «Игровые». И тут, если у вас слабый ПК, то лучше ничего не менять. А если системные требования вашего железа позволят вам перейти к более высоким настройкам, то можете смело экспериментировать. Все равно здесь настроек не так уж и много. После всего этого жмем «Сохранить». После всех этих проделанных манипуляций, плеер полностью готов к работе. И можно переходить либо в «ЛД Маркет», либо в «Плей Маркет», либо, как я и говорил, воспользоваться поиском, находить ту игру, в которую хотим играть, устанавливаем ее и наслаждаемся. На этом вроде как все. Было полезно. Ставим лайк и пишем в комментариях, какую игру вот лично ты установил. Будет интересно почитать. Спасибо за просмотр. До новых встреч и всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова